Наша планета богата множеством удивительных мест и уникальных достопримечательностей, среди которых существуют по-настоящему таинственные и мистические локации. Остров Ивантеинит, расположенный в Восточноафриканской республике Кения, возле озера Туркана, современное название Рудольф, является одним из таких паранормальных уголков Земли. С ним связывают разнообразные устрашающие легенды и загадочные истории, рассказывающие о необъяснимых случаях исчезновения людей. Выгодный мобильный интернет для туристов, миф или реальность? Среди народов, постоянно проживающих рядом с островом, бытует поверье, что в кобрах, обитающих на нем живут древние духи. По их мнению все охотники, воины, жрецы и старейшины после смерти перерождаются в тело кобры. Змеи охраняют священное место и не позволяют осквернять его. Причинами необъясненных фактов пропажи людей, племена Самбуру и Эльмола называют месть и негодование умерших обитателей острова. Кроме того, в культуре этих племен очень долго существовала традиция приносить змеям молоко от своих коров, чтобы успокоить души и уберечь себя от их зловещих проделок. Представители племени Самбуру не были обучены ремеслу плотостроения и поэтому отдавали самых лучших коров племени Эльмола взамен на то, что последние разрешат старейшинам добраться на плотах к берегу острова. В свою очередь за услугу Эльмола забирали несколько голов скота. Куршевель, мифы и реальность главного горнолыжного курорта есть и другие версии, в которых предполагается, что природой всех бед является богиня Нейторгиб. Согласно представлениям местных жителей, остров сверху напоминает изгибы женского тела. Они верят, что богиня всегда заботилась о плодородии земель и сохраняла пастбище, но потом погибла и превратилась в каменный остров. Однако чувства божественной девы остались живыми. Поэтому всех мальчиков и мужчин она забирает к себе. Жены, дочери и сестры не могут смириться с потерей и принимают смерть как должное. Первый факт исчезновения был зафиксирован в 1630 году. Тогда на остров переехало несколько семейных общин. Они строили жилища, обустраивали быт и радовались густой зеленью, покрывавшей все пространство. Через некоторое время, отправляясь на охоту, люди стали замечать, что на нем нет птиц и зверей. В Новолунии они часто слышали крики и стоны. Каменные глыбы меняли свое положение, а ветви деревьев становились похожими на камни. Население деревни видели фантомы умерших людей. Некоторые утверждали, что маленькие дети навсегда исчезали на глазах собственных матерей. Подобные истории дошли и до живущего неподалеку племени Эльмола. Вскоре представители этого племени стали замечать, что люди, поселившиеся на острове, больше не навещают их. И тогда они решили навестить их самостоятельно. И каково было удивление приплывших, увидев, что деревня абсолютно безжизненная. Хижины, утвари и вещи находились на своих местах. Следы, напоминающие борьбу с другими людьми, не были обнаружили. Но все жители острова пропали. Сентинельский остров, добро пожаловать в каменный век. Позже уже в 1935 году на озере Туркана проводились работы группа ученых-этнографов. Руководителем экспедиции был английский исследователь Вивиан Фуш. Ему стало крайне интересно узнать о том, какую же тайну хранит остров с паранормальными явлениями. Однако отправиться туда самостоятельно не захотел. С этой целью согласно его распоряжению на остров были посланы два члена экспедиции, а именно Эмши Флис и Б. Дайсон. Находясь на острове около двух недель, ученые подавали сигналы. Они зажигали лампы, тем самым подтверждая, что все в порядке. В один из вечеров группа, находящаяся за пределами острова, не дождалась сигнала. Через несколько дней молчание участники экспедиции решили отправиться на остров. По прибытию им не удалось обнаружить не только своих коллег, но и их личных вещей. Оборудование, привезенное с собой этнографами, также отсутствовало. После произошедшего на остров отправились исследовательские группы, состоящие из ученых ФРГ и Голландии. Все члены экспедиции бесследно исчезли. Удивительное кроется в неизведанном. Таинственность пугает, но в то же время притягивает и зачаровывает. Легенды остаются легендами. Они не претендуют на факты и от того становятся еще более захватывающими. Остров Ивантеинит в переводе с древнего языка племени Эльмола означает «остров, без возврата». Несмотря на то, что в этом названии кроется интересующая многих мистическая загадка, все же нельзя забывать о пугающей реальности и трагических последствиях нахождения на немецком.